У автобусной остановки торговый центр в четверг не поделили дорогу водители двух коммерческих автобусов 24 маршрута. Один из них стоял у обочины, ожидая своей очереди подъехать к парковочному карману. Пассажиров еще только предстояло взять на борт. Салон был совершенно пуст. Конкурент вез шестерых клиентов и, подъезжая к этой же самой остановке, сворачивал с Суворова на Ворошилова. Он создал помеху и на проезжей части автобусы 25-е, два штуки поворачивали друг за дружкой. Мне осталась маленькая щель. Я, чтобы автобус не бить, ну, вроде прохожу, а зеркалом чуть-чуть цепанул. Расценив царапину на зеркале конкурента как досадную мелочь, второй шофер сделал вид, что ничего не случилось. Подъехал к остановке, принял пассажиров и двинулся дальше по маршруту. Стоявший на месте, может быть, и снес такую дерзость, но не от представителя конкурирующей фирмы. На коллегу он пожаловался в ГИБДД, а заодно и его руководству. О том, что это происшествие едут оформлять автоинспекторы, водитель уехавшего ДЭО узнал, когда закончил рейс и собирался тронуться в следующий. Ну, он говорит, я хозяину позвонил, ты гони мне 3000. Я говорю, в честь чего это? Ну, я говорю, зеркало у меня целое. Если бы я сильно стопнул, я бы зеркало разбил. У меня зеркало целое, вон оно. А у него что? А у него там царапина взади, с левой стороны черная такая, типа треугольничка. Отчего, я не знаю. Место у обочины, где ждал своей очереди поехать по маршруту второй перевозчик, вполне легитимно. Парковка здесь не запрещена. Поэтому виновником этого ДТП полицейские назвали шофера зеленого автобуса. Ему еще и выписали 1000-рублевый штраф за оставление места аварии. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шармурова и Алексей Овчинов.